Всем привет и сегодня мы проведем обзор умной светодиодной лампочки от компании Xiaomi под названием E-Light Color. Стоимость лампочки в районе 1300 рублей. За эти деньги мы получаем устройство, способное контролировать не только световой поток, но и его цвет. Также лампочка входит в систему умный дом, что делает ее еще более функциональной. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Лампа поставляется в белой коробке. На передней стороне имеется логотип E-Light. На обратной стороне характеристики лампы. Модель лампы, цветовая температура от 1700 кельвинов до 6500 кельвинов, цоколь Е27, мощность 9 ватт. Это приблизительно соответствует лампе накаливания мощностью в 60 ватт. Wi-Fi 802.11 BGN 2.4 ГГц. Откроем коробочку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри у нас идет сама лампа и краткая инструкция на китайском языке. В инструкции в дополнение к характеристикам на коробке указаны следующие параметры. Срок службы лампы 25 тысяч часов, световой поток 600 люмен. Лампа обладает приличным весом для своих габаритов, около 150 грамм. Корпус выполнен из пластика с алюминиевым покрытием. Сверху располагается рассеиватель, судя по всему, выполненный из пластика. На передней стороне корпуса имеется логотип E-Light. На обратной стороне технические характеристики. Подключим лампу в стандартный цоколь Е27. После включения в сеть лампа загорается ярким белым светом. Далее, для управления лампой необходимо на смартфон под управлением Android или iOS установить приложение E-Light или Mi Home. Приложение Mi Home предназначено для управления системой «Умный дом», а приложение E-Light только для управления умными лампочками от Xiaomi. В нашем случае мы будем использовать приложение E-Light. Заходим в Play Market и скачиваем приложение. При первом запуске приложение предлагает залогиниться с помощью Mi аккаунта или зарегистрировать новый аккаунт прямо из приложения. Далее жмем Add Device. Если приложение не обнаруживает устройство, то необходимо сбросить лампочку. Для этого пять раз включаем-выключаем лампочку, пока она не начнет мигать разными цветами, после чего загорится ярким белым светом. После того, как лампочка обнаружена, нажимаем на появившуюся иконку. Жмем Next. Попадаем в окно Connect to VLAN, где необходимо подключиться к домашней Wi-Fi сети. Вводим пароль для роутера, если он установлен, после чего произойдет подключение смартфона к лампочке. Жмем Complete и попадаем на главную страницу программы. Теперь, нажав на сопряженное устройство, мы попадаем в настройки лампочки. Также с правой стороны имеется переключатель включения-выключения лампочки. Нажатие на иконку в правом верхнем углу открывает меню настроек. Add Device. Добавить устройство. Create Group. Позволяет создавать группы из лампочек при наличии хотя бы двух устройств. Пурчайз. Перейти в магазин и лайт. Help. Помощь. Сеттинг. Настройки приложения. Аккаунт. Вход-выход в аккаунт из аккаунта. Notification Bar Widget. Установка виджета управления лампочкой в панель уведомлений смартфона. Bluetooth Device Sharing. Позволяет пользователям, находящимся в одной сети с вами, находить и управлять устройствами, поддерживающими Bluetooth протокол. Upgrade. Обновление приложения. Feedback. Обратная связь. About и Light. Информация и сервисы. И Light. Жмем на иконку лампочки на главном экране и переходим к ее настройке. В настройках лампы снизу имеется 6 иконок. Switch. Позволяет включать-выключать лампочку. Hue. Позволяет задавать лампочке любой цвет. Swipe вправо-влево – настройка цвета. Swipe вверх-вниз – настройка яркости лампочки. White. Позволяет задать диапазон цвета между белым и свайп вправо-влево настройка цвета свайп вверх-вниз настройка яркости лампочки flow режим последовательной смены четырех цветов свайп вправо-влево скорость смены свайп вверх-вниз яркость лампочки нажатие на кнопку settings позволяет настроить используемые цвета син использование предзаготовленных сценариев sunrise имитация восхода солнца лампочка в течение 15 минут плавно увеличивает свою яркость sunset имитация заката солнца лампочка в течение 10 минут плавно уменьшает свою яркость до полного выключения romantic создание романтичной подсветки путем плавной смены красного и фиолетового цвета night mode ночной режим лампочка испускает насыщенно желтый цвет home дом лампочка испускает ярко желтый цвет movie кино лампочка испускает насыщенный синий фиолетовый цвет dating night ночь знакомства лампа испускает насыщенно оранжевый цвет happy birthday день рождения плавная смена красного и желтого цвета my sin здесь можно выбрать один из ранее занесенных my sin цветов snap позволяет выбрать испускаемый цвет с помощью камеры смартфона или с помощью сохраненного изображения наводим смартфон на любую поверхность и тот цвет который окажется под центральной отметкой будет захвачен лампочкой для установки необходимо нажать кнопку apply кнопка save сохраняет цвет в коллекции my sin по такой же схеме выбор цвета производится и для сохраненных изображений в любом из первых четырех режимов нажатие на иконку сердечко в правом верхнем углу сохраняет текущий цвет в коллекцию my sin нажимаем на иконку в правом верхнем углу и переходим в расширенные настройки лампочки name переименовать лампочку shadow else позволяет создать расписание для лампочки name имя расписания repeat частота повтора расписания turn on time время включения turn off time время выключения sin setting выбор сцены для расписания slip таймер позволяет назначить время до выключения лампочки default state позволяет сохранить состояние лампочки по умолчанию даже после выключения из сети при включении лампочка загорится режимом по умолчанию developer mode режим для разработчиков home screen shortcut позволяет добавить иконки быстрого управления лампочкой на рабочий стол смартфона firmware обновление прошивки music mode позволяет лампочки менять цвета зависимости от окружающих звуков в таком режиме лампочку можно использовать в качестве света музыки ну что же как видим лампочка обладает довольно большим функционалом и способна создавать особую атмосферу романтики и уюта в доме хотя лампочка работает сразу же после подключения в сеть все же для полноценной и работы необходим вайфай роутер интернет и смартфон стоит ли покупать данное устройство или нет наверное обладателям элементов системы умный дом однозначно стоит а вот всем остальным стоит еще раз призадуматься нужно ли вам такое устройство и для чего вы будете его использовать ну что же это был обзор умной светодиодной лампочки от компании сяоми всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока